Этот антибиотик назначают кошкам и собакам часто. Он используется как для инъекций внутримышечных, так и для внутривенных. Сегодня расскажу о том, как развести его, подготовить для внутримышечных инъекций. Значит, сам антибиотик в виде порошка, поэтому перед тем, как делать инъекцию, нужно приготовить раствор. Разводить его лучше всего для внутримышечных инъекций на вокаином 0,5%. У меня уже подготовлен шприц, в который набран на вокаин. Значит, набираете в шприц 5 мл. После этого крышку открываете пластмассовую и иголкой во флакон все 5 мл набираем. Всё, для инъекции уже этот шприц не подходит. Его убираем, значит, и нужно будет встряхнуть флакон. Встряхивать до тех пор, пока он полностью не растворится. Значит, после того, как приготовили раствор, нужно выбрать дозировку. В зависимости от того, какое животное, доза у всех разная. Значит, почему мы разводили на 5 мл? Сам по себе флакон 1 содержит 1 г порошка. Дозы антибиотика, таких как цифтриаксон, назначаются в миллиграммах. То есть, 1 мл, то есть, 1 г цифтриаксона у нас – это 1000 мг. Соответственно, доза, назначенная доктором, в миллиграммах, должна будет отбираться из этого флакона. То есть, сейчас у нас один флакон, разведенный на 5 мл новокаина, содержит 1000 мг. Значит, 1 мл раствора содержит 200 мг. Дозировка для собак, для внутримышечных инъекций, составляет 10 мг на килограмм. То есть, для того, чтобы собаке весом 10 кг разовая доза была, вам нужно будет набрать 1 мл. То есть, ну, предположим, вы подготавливаете чистый шприц, набираете из флакона 1 мл. Это именно при разведении на 5 мл. Набираете 1 мл. Вот у нас 1 мл. Это будет дозировка для собаки весом 10 кг. Значит, соответственно, в зависимости от веса рассчитывается доза. Для крупных собак 25 кг, значит, вам нужно будет набирать 2,5 мл и так далее. Для кошек проще немного. Для кошек удобнее всего, чтобы набрать правильное количество препарата, использовать инсулиновый шприц. Значит, для кошки это в грамм в мл будет 0,75 мл. То есть, чуть меньше на взрослую кошку среднего размера, здесь 0,75 мл нужно будет набрать. Лучше всего использовать инсулиновый шприц. То есть, точно так же, когда у вас разведен 1 флакон на 5 мл, из него нужно будет на 1 раз, вы набираете 0,75 мл. Это будет разовая доза для взрослой кошки. Значит, антибиотик цифтриаксон хорошо работает для случаев, когда есть какие-то травмы, раны. То есть, в качестве антибиотика он хорошо помогает заживлению ран. Значит, цифтриаксон применяется обычно в этих дозировках. Одна инъекция делается 1 раз в 24 часа. Как правило, курс лечения для собак и для кошек одинаково 5-7 дней. То есть, одна инъекция в сутки 5-7 дней. Но это, конечно, зависит от ситуации. Дальше уже назначает доктор в каждом конкретном случае. Но флакон, независимо от того, если вы для кошки всего лишь используете 0,75 мл, все равно у вас один флакон идет на один раз. То есть, он не хранится больше суток. Вы развели препарат, набрали инъекцию, сделали все. Остальное количество придется выбросить. Остальное количество придется выбросить.